В этом вся проблема, что само представление о жизни у людей очень сильно страдает, очень сильно страдает. И на основе этого есть куча всяких практик, которые разрушают еще дальше представление о жизни человека. Надо все визуализировать. Вот допустим, тебе нужны деньги? Визуализируй деньги. Сиди, визуализируй, визуализируй. И пойдут деньги, пойдут деньги. И даже есть такое выражение «привлечь деньги». Вот ты сидишь и привлекаешь деньги к себе. Больше думости я в жизни не видел. Если говорить уже о правде, то правда заключается в том, что такая опция существует. Представляете, у нас внутри есть запас благочестия. Такой как бы, ну, как говорят в банке, у тебя есть определенная сумма, ну, на операцию там, ну, не трогай эти деньги. Это тебе на похороны, на операцию, на там, на несчастный случай. Не трогай их. Просто это тебе на всякий случай. Ну, на всякий случай. Мало того, что, не трогай, пускай лежат. У нас там в банке судьбы благочестия есть на всякий случай. Но человек, когда чего-то хочет, он вытаскивает благочестие. Вы что думаете, просто так получается? Хочу 100 баксов, хочу 100 баксов. Сильно визуализировал? Хорошо. Ты узнал, как вытягивать из запаса, из банка. Вытянул, с неба свалилось. Супер. Ел-джи, ничего не надо. Биткоины. Биткоины. Замечательно. Ты вытягиваешь оттуда. Визуализирование. Но визуализировался, там благочестия не осталось. Все твои биткоины слетят. Как только ты, вот здесь все закончится. Это называется греховная жизнь. Когда человек верит, что делать ничего не надо. Надо просто денежки свои вложить. Туда, где жара. И все. В результате ты становишься богатым. Весь интернет об этом говорит. Весь интернет. Что, Бог дурак, что ли? Что, вы в это верите? Вот у вас благочестие кончилось, все слетит. Я вам делаю предсказание. В тот момент, когда ваше благочестие кончится, все слетит. И вся ваша визуализация на этом закончится. Но вы при этом потеряете что? Возможность избежать несчастного случая. Чтобы вам хороший врач достался, когда плохо. Чтобы вы умотали из страны в тот момент, когда началась война. И там нельзя жить. Знаете о том, что когда война начинается где-то, то там заканчивается защита человека. И это выбор человека. У него есть две опции. Или защищать родину, или участвовать в этом процессе. Или уехать туда, где нет войны. Понимаете? И в этом случае он побеждает и в том. Если он защищает родину, он погибает, попадает на высший планет. Становится ангелом. Тело ангела попадает. А если он уезжает, то он просто выживает, становится живым. Вот у меня одна знакомая, она уехала из Донецка. Я говорю, приезжайте к нам, мы дадим вам приют. Устроим все в вашей жизни. Она приехала. А муж ее не согласился. Муж погиб. Она осталась жива. И она спрашивает, что он мог выжить по судьбе. Да, это его был выбор. Если ты остаешься в зоне боевых действий, то там уже нет гарантий никаких. Потому что там летают другие энергии. Вот допустим, если чума где-то, да, ты выбирай или оставаться там, и помирать от чумы, или уехать куда-то. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Есть еще такое понятие, как здравый смысл. Знаете, в древней культуре вот эта чума была там. Вещи, как... Человеку надо быстро уезжать из-за того, иначе он попадает в беду. И люди разумные делали так. А у меня тут дом, мы тут живем все. Веда описывает так эту ситуацию. Вот допустим, когда идет наводнение, кто спасается, а кто погибает. Все, кто в норке забежал, они погибают. А все, кто улетают, уползают, они спасаются. Понятно? Почему они в норке убежали? Потому что верят в норку. Они же всю жизнь ради этой норки работали. Норку как бы создавали. И что теперь, куда бежать? Я к норке привязан. Хорошо? Тогда ты затонешь. Я вам ни на что не намекаю. В Беларуси все будет нормально. Никакой войны. Все, как бы... Я могу сказать точно, что в ближайшие шесть лет будет только развитие. Только вера. Все будет. Экономика уже начала подниматься и будет дальше подниматься. Клохой период закончился. Я просто рассуждаю о судьбе сейчас. Вы так, я смотрю в ваши глаза, думаю, Олег Геннадьевич, на что намекаем? Ну, а что вообще? Просто рассуждаем.